Продолжаем наш турнир в памяти Александра Крылова в российской соревновании с участием восьми регионов России и команды Монголии. Поединок за бронзовую медаль в категории до 61 килограмма между Эдуардом Куковым и Михаилом Ивановым. Ну а до этого финал в категории до 57 килограммов он не состоялся. Ввиду травмы Алексея Копылова победу одержал без шажем боя его брат-близнец Петр Копылов. Один чемпион у нас уже известен, это Петр Копылов. Сейчас у нас парка между Эдуардом Куковым, это молодой борец, а его соперник Михаил Иванов, у него была травма, это его первый старт после долгого перерыва. Сочного федерального университета имени Максима Кировича, вот тренеры Константинов. На левом колене, да, кажется, вот видно по... Плечо, у него вывод плеча был, да, после операции вот восстанавливался год. И вот первый старт с Эдуардом. Вот Эдуард Попыл, он сам с пригорода, вот Тулагина. Сейчас тренируется в Чоревчинской школе. Он нынче на первенстве России показал хорошую борьбу, пятым стал. Здесь у нас Якутский, пятый призер России. Да, вспомнил он, в Шри Святой. Боролся за бронзу медаль, да. Параллельно, где тоже боролся Юлиан Григорий, по-моему, да? Да. Вот Миша Иванов, у него весовая категория 57 был. Сейчас вот, чуть-чуть набрал вес. У него новая весовая категория, его 61. Миша Иванов является призером России за 23 лет. Он в 21-м году стал вторым призером. Сейчас тренируется под руководством Артура Константиновича Константинова и Анатолия. У Эдуарда, кстати, есть тоже младший брат, Борис, да? Участник игр «Дети Азии». Да, у него тоже призер. Да. Призер «Дети Азии». Внешне очень похож. Так, теперь пассив судья Виктория Барашкова дает Михаилу Иванову. И 30 секунд дается борцу из синего угла. Тведик очень хорошо проходит в ноги. Ну, видно, что руки и ноги длинные, да? Да. Думаю, потихоньку он на другой весовой категории перейдет. Вот, хорошая. Да, и два балла заработал. Пробуем потом. Рабочий. Уже 3-1. Главное не останавливаться. Вот, надо все время прессинговать. Вот даже последний чемпионат мира показал очень. И, да, момент очень много на последних секундах. Вот кто останавливался. Компионат мира, кстати, вообще запомнился с ассоциационными результатами. Многие лидеры проиграли, а появились новые имена, новые звезды борьбы. Одна минута. Ну, Михаил Иванов сейчас, наверное, попытается совершить... Да, ему надо уже... Решающий проход. Подготовить свой проход и... Смотрит на табло. Миша выиграл Мончарь и Леново. Вот, вот, вот. Два балла зарабатывает. Вот. Нашел момент. Так, и смотрим на табло. 20 секунд. 3-3. По последнему действию впереди. Впереди Михаил Иванов. Ну, концовка будет интересная. Эдуард. Будет атаковать. Вот. Да, заново. Вот. Попотелся. Опа. Четыре балла. Да, четыре балла. Ну, расслабился. Ну, попов, наверное, следует, скорее всего, о том, что, да, первым заступил за ковер именно Иванов. Ну, и для чего нужен главный судья, чтобы разобраться в данной ситуации максимально объективно, максимально честно, по правилам. Там же перевод, да. Визуал хороший момент, упустил, он за ногу взял и упустил. Ну, и хорошо, что он и дальше продолжил, да, сразу свои атаки, не остановился. Да, смотрим, смотрим, смотрим. А, нет, там. Если даже и... Там ничего нет. Четыре балла. Четыре балла. Железные, да. Ну, и первым все-таки заступил именно Эдуард Попов в этом моменте. Да, едва там не... Сломали ноутбук у руководителя ковра. Да, и мы видим эмоции победные Михаила Иванова. Он родом из горного... Горного, да. Горного, да. Горного уста. Ну, вот год нигде не выступал желанием. Да. Сейчас Миша борется. Да, я и подписан у него в соцсетях. Все лето он тренировался. Ну, каждый день, кажется, тренируете, да? Ну, Миша, мастерство, конечно, не отнять. Переиграл молодого. Подготовил в конце, вот, два балла заработал, потом уже. Вот, мать Александра Владимировича Крылова. Глана Семеновна. Вот, Александр Александрович Иванов, исполняющий обязанности главы Миконского района. И Михаил Дмитриевич Пахомов. Пахомов, да. Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики. Ну, здесь на турнире, вот, вся родня. Александр Владимирович, жена, дети, мать и родственники. В категории 79 килограммов уже известен чемпион. Им стал Никита Сучков из Красноярска. Там тоже была, ну, круговая система. И Никита все схватки выиграл, в том числе и в таком, в номинальном финале у Мгера Качаяна. Ну, в категории 92 килограммов, наверное, будет подсчет очков, да? Да, там подсчет очков будет. Многие думали, что Максим Толмачев уже... Ну, вчера мы думали, что Максим Толмачев уже... Чемпион. ...же стал чемпионом. Но сегодня вот мы видели, он уступил бурятскому борцу 8-9, 8-10, по-моему, да. Там сначала должны считать штрафные, да? Угу. Если там у всех равно уже, вот, кто заработанный и проигранные баллы суммируются и выводят. Да. Виктор Рассадин, да, как всегда, в бодром расположении духа, на позитиве. Вот и ждет своего выхода, скажем, да, за другую государство. С Нового года, по-моему, да, ему разрешено выступать. Челлендж группы. Действие начата с ковра. 4 балла за красный, седьмой. Челлендж проигранный счет, седьмой. Так, Михаилу Иванову дали 4 балла, плюс 1 балл за проигранный челлендж Эдуарда Попова. И Михаил Иванов становится обладателем бронзовой медали в категории до 61 килограммов. В этом весе нас ожидает интересный финал. Александр Авелов, республика Сахая-Якутия, против Кежика Монгуш из Иркутской области. Но Кежик Монгуш, он сам из Тубы, но с этого года, да, стал представлять Иркутскую область. Двойной за счет у него. И его родной брат тоже вот за Иркутс борется. Да. Смотрим за яркими эпизодами этой схватки. Ну, особенно концовка нам очень понравилась. Было много бросков, действий. Итак, вторая схватка за бронзу в этом весе. Кежик Сиден, эсклюбика 2, против Артура Чебодаева. Артур Чебодаев, да, опытный борец, призер чемпиона России. Чемпион России по молодежи до 23 лет и призер мира. Да, на Ярыгинском турнирах тоже поднимался на пиздецал, почетово он. Выиграл на щеном Монгуша. Вот такой хороший борец. И Сиден тоже вот неплохой. Тувинский борец. Арту Чебодаев вчера в полуфинале ввел всю схватку у Кежика Монгу. Чебодаев в самой концовке, да. Да, 4 балла. Поединок в третьем месте в минуту. Красный трекол Кежик Сиден, Республика Тула. Спортсбир 23 года. Кандидат Роскаспорта. Северный призер Сибирского федерального облога. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва. Ну, Чебодаев наверняка нацеливался на финал, да, все-таки. По мастерству, по уровню, в целом, самой борьбы. Наверное, он ехал за золотой медалью и рассчитывал, наверное, на миллион. Артуру 24 года. Мастер спорта международного класса. Продовый призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе в городе Красноярска. Тренеры Канчевов, Кудрявцев, Лебедев. После сегодняшних финалов, в самой концовке, стоит интересная спадка тоже. Тяжелая весовая категория, 125 килограммов. Это, ну, наверное, последнее противостояние, да, всех. Ну, последнего года, двух последних лет точно, наверное, Никита Хабаров против Эдуарда Максимова. Хороший проход, ноги. Сейчас сразу, да, за руку. Забрал руку и, возможно, сейчас будет. Там Патрия тоже хорошо вот работает. Хорошо защищался, Кирк Сиден. Любимый проход в Бесикаху Дукова. Делал Турчебедаев. Показав на правую ногу. Борцовский финт, да? Да. Не только в футболе бывают финты. Ну и в борьбе тоже. Счет пока 2-1. Артур уверенно себя почувствует. Поединок за третье место в своей категории. 61 килограммов ведут красные трековки ежеседневно. Республика Ферла. Упользовался случаем вот своим спонсором, да, благодарность друзьям Александра Владимировича, что вот поддерживает данный турнир администрации Амиконского района. Без них этот турнир бы не состоялся. Да. Уже второй год он, а там без, скажем, без перерыва до этого. Еще и раньше хотели провести, да, но там пандемия, да, коронавирус. Да, коронавирус, там. Ну а с прошлого года уже он в прошлом вошел в календарный план и проходит с участием до известных борцов из регионов России. И еще один проход Артура Чебодаева. Два балла, два балла дали, да. Вот счет 3-2. Цедину обратно посчитали, да? Ну, сейчас неплохой захват был. Хотя отпустил. 3-3. Ну, чемпиону 70 тысяч, второй призер 50 и третье место 30 тысяч. Тренеры-чемпионы 20 тысяч призовой фунт. Да, достойные призовые. Помимо призовых, там спонсорские вот спецпризы. Еще будут, да? Да. Лучшему борцу, наверное. Лучшую технику. Там как организаторы, вот, ну, спонсоры сами, вот, определяют кому дать. Остается 50 секунд. Да, у Чебодаева вчера тоже была такая же ситуация. Оставалось 30 секунд и он вел. 5-1 вел вчера, да? Да. И в конце-то, вот, 4-2, ладно. Хорошо вернулся. 20 секунд у Кейжи Касседина. Чтобы отыграться. Есть момент. Можно оттуда вот. Идет, вот, опасный момент. 3-2 секунды. 5-4-3-2. И снова такая увлекательная концовка. Так, был момент, когда заступил рукой за ковер Артур Чебодаев, но там было положение, да, скажем. Да, без остановки движения было. Салтан Сергеевич сейчас. Остается только кубик бросать. Да, ну, что делать-то, да? А вдруг. А вдруг. Вот он момент. Вот он момент. Минги Мортуи Ол. Посмотрим, какое решение сейчас примут судьи. Минги, кстати, вот, много раз боролся, да? На коврах в Якутске. Приезжал в качестве борца. Молодой же он еще, да? Да, он молодой. Тридцать есть, нет. Ну, за чуть-чуть за тридцать, наверное. Здесь сейчас уже работает тренером старшим. Челлендж проигран. Действие без оценки. И Артур Чабадаев становится бронзовым призером. А сейчас мы увидим финальную схватку в категории 61 килограммов. Схватка за первое место. Александр Авелов. Кежик Монгуш. Кежик Монгуш, кстати. У него такая серия побед, да, на турнирах. На Коркинском турнире тоже встречались они. Выиграл Кежик. Сейчас посмотрим, матч реванш состоит или нет. Там тоже вот такой равный борьбе там. У Кежика брат тоже есть, да? 65, который борьбует. Да, 65. Ну, сейчас вот они находятся в Владикавказе, да? Идет подготовка к первенству мира. От нас там находится Владимир Военовский. Так, ну и небольшой технический перерыв. После чего сразу мы приступим к финалу. Так, ну и продолжаем наш турнир в памяти Александра Крылова. Всероссийские соревнования с участием восьми регионов России и команды Монголии. В поединок за бронзовую медаль в категории до 61 килограмма между Эдуардом Куковым и Михаилом Ивановым. Ну, а до этого финал в категории до 57 килограммов он не состоялся. Веду травмы Алексея Копылова победу одержал без шажей боя его брат-близнец Петр Копылов. Тренер Макаров Афанасьев. Один чемпион у нас уже известен, это Петр Копылов. Его соперник Ксением Крюковым и Михаил Ивановым. Это молодой борец. А его соперник Михаил Иванов. Иванов, да, у него была травма, да? Да, он год. Это его первый. Первый старт после долгого перерыва. Трампа серьезная. Трампа была год. На левом колене, да, кажется? Вот видно по... Плечо, у него вывоз плеча был, да. После операции вот восстанавливался год. И вот первый старт с Эдуардом. Вот Эдуард Попов, он сам с пригорода, вот Тулагина. Сейчас тренируется в Чоревчинской школе. Он нынче на первенстве России показал хорошую борьбу. Пятым стал здесь у нас Якутский. Пятый призер России. Да, вспомнил, он в этой категории боролся за бронзу медаль, да. Параллельно, где тоже боролся Юлиан Григорий, по-моему, да? Да. Вот Миша Иванов. У него весовая категория 57 был. Сейчас вот. Чуть-чуть набрал вес. У него новая весовая категория, его 61. Миша Иванов является призером России за 23 лет. Он в 21-м году стал вторым призером. Сейчас тренируется под руководством Артура Константиновича Константинова и Анатолия. У Эдуарда, кстати, есть тоже младший брат, Борис, да? Участник игр Дети Азии. Да, у него тоже призер. Да. Призер. Дети Азии. Внешне очень похож. Так, теперь пассив судья Виктория Барашкова дает Михаилу Иванову. И 30 секунд дается Борсу из синего угла. Тедик очень хорошо проходит в ноги. Видно, что руки и ноги длинные, да? Да. Думаю, потихоньку он на другой весовой категории перейдет. Вот. Хорошая. Да, и два балла заработал. Пробуем потом. Потом. Рабочий. Уже 3-1. Да. Главное не останавливаться. Вот. Надо все время прессинговать. Вот даже последний чемпионат мира показал очень, да, момент. Очень много на последних секундах, вот кто останавливался. Чемпионат, кстати, вообще запомнился сенсационными результатами. Многие лидеры проиграли, появились новые имена, новые звезды борьбы. Одна минута. Ну, Михаил Иванов сейчас, наверное, попытается совершить. Да, ему надо уже решающий проход подготовить свой проход. Смотрит на табло. Миша выиграл Мончарь и Леново. Вот, 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 два балла зарабатывает. Вот. Нашел момент. 20 секунд. Так, и смотрим на табло. 20 секунд. 3-3. По последнему действию. Впереди Михаил Иванов. Ну, концовка будет интересный. Эдуард. Атаковать. Вот. Казал, вот, вот. Хватился. О, по-четыре балла. Рассладывайся. 4 балла дает Виктория Барашкова. 3-7. Ну, концовка. А это схватки. Мог был там. Так, Эдуард Попов. Это ребят челлендж. Тренер, да, Альберт Макаров. Выбрасывает его. Ну, и мы с удовольствием посмотрим на эту концовку. В повторе. В повторе, да, посмотрим. Ну, Попов, наверное, следует, скорее всего, за то, что, да, первым заступил за ковер. Именно Иванов. Ну, и для чего нужен главный судья, чтобы разобраться в данной ситуации. Максимально объективно. Максимально честно. По правилам. Перевод, да. Визуал хороший момент. Пустил. Вот за ногу взял и упустил. Ну, и хорошо, что он и дальше продолжил, да, сразу свои атаки. Не остановился. Смотрим, смотрим, смотрим. Там, если даже и... Там ничего нет. Четыре балла. Четыре балла. Четыре железные, да. Ну, и первым все-таки заступил... Именно Эдуард Попов в этом моменте. Да, едва там не сломали ноутбук у руководителя ковра. И мы видим эмоции победные Михаила Иванова. Он родом из горного... Горного, да. Горного уста. Ну, вот год нигде я не выступал. Желанием. Да. Сейчас Миша борется. Да, я и подписан у него в соцсетях. Все лето он тренировался. Ну, каждый день, кажется, тренируется, да. Ну, Миша, мастерство, конечно, не отнять. Переиграл молодого. Подготовил в конце. Вот два балла заработал потом уже. Вот мать Александра Владимировича Крылова. Голана Семеновна. Вот Александр Александрович Иванов, исполняющий обязанности главы Миконского района. И Михаил Владимирович Пахомов. Пахомов, да. Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Республики. Ну, здесь на турнире вот вся родня. Александр Владимирович, жена, дети, мать и родственники. В категории 79 килограммов уже известен чемпион. Им стал Никита Сучков из Красноярска. Там тоже была, ну, круговая система. И Никита все схватки выиграл. В том числе и в таком, в номинальном финале у Мгера Качаяна. Ну, в категории 92 килограммов, наверное, будет подсчет очков, да? Да, там подсчет очков будет. Многие думали, что Максим Толмачев уже... Ну, вчера мы думали, что Максим Толмачев уже... Чемпиона. ...вы стал чемпионом. Но сегодня вот мы видели, он уступил бурятскому борцу 8-9... 8-10, по-моему, да. Там сначала должны считать штрафные, да? Если там у всех равно уже, вот, кто заработанный и проигранные баллы суммируются и выводят. Да. Виктор Рассадин, да, как всегда, в бодром расположении духа, на позитиве. Вот и ждет своего выхода, скажем, да, за другое государство. С Нового года, по-моему, да, ему разрешено. Челлендж к группе. Действие начата с ковра, 4 балла, 2 раз, 7. Челлендж проигранный счет, балл, 7. Так, Михаилу Иванову дали 4 балла, плюс 1 балл за проигранный челлендж Эдуарда Попова. И Михаил Иванов становится обладателем бронзовой медали категории до 60 килограммов. Михаил Иванов, бронзовый медсер, в весовой категории до 60 килограммов. В этом весе нас ожидает интересный финал. Александр Авелов, Республика Сахай-Якутия, против Кежика Монгуш из Иркутской области. Но Кежик Монгуш, он сам из Тубы. Но с этого года, да, стал представлять Иркутскую область. Представляет Иркутскую область. Да, Иркутскую область. Двойной за счет у него. И его родной брат тоже, вот, за Иркутскую область. Смотрим за яркими эпизодами этой схватки. Ну, особенно концовка нам очень понравилась. Было много бросков, действий. Итак, вторая схватка за бронзу в этом весе. Кежик Сиден, Иркутская область, против Артура Чебодаева. Артур Чебодаев, да, опытный борец, призер чемпионов России. Чемпион России по молодежи до 23 лет и призер мира. Да, на Ярыгинском турнирах тоже поднимался на пенестал, почетовал он. Выиграл на щеном Монгуша. Вот такой хороший борец. И Сиден тоже, вот, неплохой. Тувинский борец. Артур Чебодаев вчера в полуфинале ввел всю схватку у Кежика Монгуш. И в самой концовке, да, дал 4 балла. Республика Кылах. Спортсбир 23 года, кандидатка со спорта. Серебряный призер Сибирского федерального полуфинга. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва. Ну, Чебодаев наверняка нацеливался на финал, да, все-таки. Мастерство по уровню в целом самой борьбы. Наверное, он ехал за золотой медалью и рассчитывал, наверное, на миллион. Артур 24 года, мастер спорта международного класса. Продзовый призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе города Красноярска. Тренер Ильичевов, Кудрявцев, Лебедев. После сегодняшних финалов в самой концовке стоит интересная схватка тоже тяжелая весовая категория, 125 килограммов. Это, ну, наверное, последнее противостояние, да, всех, ну, последних, последнего года, двух последних лет точно, наверное, Никита Хабаров против Эдуарда Максимова. Хороший проход ноги. А сразу, да, за руку. Забрал руку и, возможно, сейчас будет... Там патия тоже хорошо вот... Работает. Нет, хорошо защищался. Кирксиден. Любимый проход в бейсиках у Дукова. Делал Турчебедаев. Я показав на правую ногу. Борцовский финт, да? Да. Не только в футболе бывают финты. Ну и в борьбе тоже. Счет пока 2-1. Артур уверенно себя пока чувствует. Поединок за третье место в своей категории 61 килограммов ведут красные трековки ежедневные республика Ферла. Я пользуюсь случаем вот своим спонсором, да, благодарность друзьям Александра Владимировича, что вот поддерживает данный турнир Аймеконского, администрация Аймеконского района. Без них этот турнир бы не состоялся. Да. Два балла заработает. Два балла заработает. Два балла дали. Счет 3-2. Да. ЦД, ну, обратно посчитали, да? Ну, сейчас неплохой захват был, хотя отпустил. 3-3. Ну, чемпиону 70 тысяч, второй призер 50 и третье место 30 тысяч. Тренеры чемпионы 20 тысяч призовой. Да. Достойные призовые. Помимо призовых там спонсорские вот спецпризы. Еще будут, да? Да. Лучшему борцу, наверное, лучшую технику. Как организаторы, спонсоры сами определяют кому дать. Остается 50 секунд. Да, у Чубадая вчера тоже была такая же ситуация. Оставалось 30 секунд и он вел. 5-1 ввел вчера, да? И в конце тут 4-2-1. Хорошо вернулся. 20 секунд у Тежека Седена. Чтобы отыграться. Вот. Есть момент. Можно оттуда. Идет. Вот. Опасный момент. Средняя секунда. Вот. 5-4-3-2. Ой. И снова такая увлекательная концовка. Так, был момент, когда заступил рукой за ковер Артур Чабадаев, но там было положение, да, скажем. Да, без остановки движения было. Салтан Сергеевич сейчас. Остается только кубик бросать. Да, да. Что делать-то, да? А вдруг. А вдруг. Вот он момент. Минги Мортуиол. Посмотрим, какое решение сейчас примут судьи. Минги, кстати, вот много раз боролся, да, на коврах в Якутске, приезжал в качестве борца. Молодой же он еще, да? Да, он молодой. Тридцать есть, нет, ну, чуть-чуть за тридцать, наверное. Здесь сейчас уже работает тренером старшим. Челлендж проигран. Действие без оценки. И Артур Чабадаев становится бронзовым призером. А сейчас мы увидим финальную схватку в категории 61 килограммов. Коварка за первое место. Александр Авелов. Кежик Мунгуш. Кежик Мунгуш. Кстати, у него такая серия побед, да, на турнирах. Кежик Мунгуш. Кежик Мунгуш. На Коркинском турнире тоже встречались они. Выиграл Кежик. Сейчас посмотрим, матчеринство стоит или нет. Да. Там тоже вот такой равный борьбе там. У Кежика есть. Брат тоже есть, да? 65, который борьбов. Да, 65. Ну, сейчас вот они находятся в Владикавказе, да? Угу. Идет подготовка к перевозству мира. От нас там находится Владимир Военовский. Угу. Так, ну и небольшой технический перерыв. После чего сразу мы приступим к финалу.